Богдан Фернс с нами на связи. Богдан, здравствуйте. Рады приветствовать. Здравствуйте, Богдан. Доброе утро. Ну что ж, отходя от слов как раз президента Украины Владимира Зеленского, он еще очень важный месседж такой озвучил, что если бы решение о вступлении зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО. Но от кого еще зависит решение в силу того, что практически все, то я бы сказал не практически, а все представители Альянса, они поддерживают вступление Украины в НАТО и постоянно озвучивают тезис о том, что двери для Украины в НАТО открыты. Ну это потому что политика НАТО, она непосредственно направлена на то, чтобы определяться и странам, которые хотят присоединиться к НАТО, и странам, которые уже в НАТО, по поводу расширения. Потому что союзы, они не могут законсервировано быть в одном там составе десятки лет и не развивать, не расширять сферу обороны и безопасности. Поэтому в принципе логика понятна. Но решение зависит, мы неоднократно в эфирах наших также это обсуждали, я говорил, решение зависит в первую очередь в ключевых столицах стран НАТО. Берлин, Париж, конечно, Вашингтон, я думаю, что и Лондон, я думаю, что вот там ключики к ключевым решениям находятся. И если консенсус будет между ключевыми странами НАТО, потом и другие страны также, я думаю, как бы поддержат это решение. И позиция генерального секретаря, это в принципе позиция, которая под собой подразумевает нормирование интересов внутри альянса. Поэтому действительно от Столтенберга не зависит, так скажем, принятие таких ключевых решений. Но он может, пользуясь своей позицией и ресурсом, как генеральный секретарь, он может или ускорять некоторые процессы, или наоборот их умедлять. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество действительно будет более предметно углубленным и понятным с точки зрения тех ключевых критериев. А я могу сказать, какие критерии. В первую очередь, это также политические критерии членства, которым нам нужно стремиться в контексте реализации. Они коррелируются с копенгагенскими критериями в контексте интеграции стран в Европейский Союз. Потому что в чем также сила и быстрота интеграции скандинавских стран, таких как Финляндия, уже член НАТО, но и Швеция, которая, я думаю, скоро будет членом НАТО, в том, что они были готовы непосредственно как политически, экономически, это развитые страны с серьезной экономикой, экспортно ориентированной, также с военно-промышленным комплексом и стандартами НАТО непосредственно. Поэтому вот эти критерии, они также учитываются, с одной стороны, а с другой геополитические обстоятельства, которые влияют на настроение внутри стран член НАТО, на настроение в обществах этих стран. И вот, кстати, премьер Финляндии приводит Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, когда говорит, что для вступления Украины в НАТО необходима еще политическая воля. И он говорит, что еще год назад мы, вероятно, не могли с такой уверенностью точно заявлять о том, что Финляндия вступит в НАТО, но вместе с тем на сегодня имеем такой результат. Также Дмитрий Кулеба говорил, что на саммите НАТО в Бухаресте еще в 2008 году было озвучено, почему якобы Украина не может вступить в НАТО, но история показала, что все эти аргументы и доводы, они ошибочные, они не подтвердились. И что на самом деле сейчас уж точно пора посмотреть в лицо реальность и на самом деле предпринять определенные решения, исходя из выводов, которые мы уже можем сделать на сегодня. Как вы считаете, что конкретно сейчас может повлиять на политическую волю? Потому что мне, например, сложно представить еще, какие аргументы может привести Украина дополнительные, ведь действительно Украина достаточно стойко противостоит российской агрессии. Украина достаточно четко заявляла о своих намерениях. Украина также показывает прогресс работы внутри самой страны, даже в то время, когда на территории нашей страны продолжается война. Я скажу так. Во-первых, война российская, она непосредственно также влияет на то, какое настроение внутри НАТО в обществе их. Так, потому что политики — это избирательные ключевые люди, которые принимают решения. Они, естественно, реагируют на настроения, которые есть в тех или иных обществах. Они могут, конечно, задавать тренды, и это важно в контексте поддержки Украины и противостояния российской агрессии. Но они также хотят иногда самосохраниться и, так скажем, в первую очередь думают и мыслят и определяют свою политику в краткосрочной перспективе, исходя из своих интересов. Если они видят, что интересы национальной безопасности сейчас вот в этом контексте коррелируются, вот в ожидательной позиции они будут, к сожалению, выжидать. С другой стороны, нужно отметить, что действительно для некоторых лидеров европейских стран они публично признавали частично ошибочность подходов НАТО к расширению, потому что некоторые даже вот Санна Марина, она была премьер-министром Финляндии буквально до начала апреля месяца, и с помощью ее правительства Финляндия действительно очень быстро прошла путь к членству в НАТО. Она заявила, что, скорее всего, если бы Украина была уже в составе НАТО, этой войны бы не было. И, в принципе, честно говоря, я думаю, где-то аналогично. То есть нужно понимать, что те страхи, страхи западных партнеров, что нужна какая-то серая зона между Россией и НАТО, они, к сожалению, негативно влияли на ситуацию, особенно после 2008 года, когда Россия агрессивно начала военные действия в отношении Грузии, потом, да, незаконно аннексии Крыма, потом Донбасс, и не понесла тех санкций непосредственно той реакции, которая была необходима в контексте сдерживания однозначно агрессора еще на тех временных промежутках. Поэтому сейчас у нас, к сожалению, самая масштабная и кровопролитная война за последние десятилетия, да, к сожалению. Но в то же время, опять же, нужно делать не только выводы, но и принимать ключевые решения для того, чтобы война закончилась справедливым миром. Поэтому, естественно, суверенность наших территорий однозначно была обеспечена. Ну и контекст безопасности, европейской архитектуры безопасности на будущее нужно также определять и понимать, что Украина непосредственно должна быть частью этой безопасности с предоставлением ей гарантии. Безусловно, во-первых, Украина сейчас, к сожалению, таким путем получила опыт беспрецедентный, опыт, как противостоять вот такому агрессору, достаточно масштабному, хотя бы по своему территориальному расположению, как Россия. И как все-таки, несмотря ни на что, даже на то, что в первые дни уж точно не так много надежды было и веры в нас, мы показали, что все-таки верить и надеяться стоит, и более того, стоит поддерживать, и более того, стоит бороться вместе с нами. Это один аспект, который, безусловно, будет еще одним аргументом для Украины. Ну и еще один аспект, ведь едва ли Россия решится на какие-то, возможно, повторные посягательства, если Украина будет уже вот в этом новом статусе, как член НАТО? Ну, я думаю, что действительно, статья 5 статута НАТО, она, в принципе, определяет вот эту гарантию безопасности, когда на какую-то страну член НАТО нападают извне, непосредственно тогда включаются другие страны НАТО. Я думаю, что в этом и есть, так скажем, основной ключевой инструмент для обеспечения безопасности. Но опять же, НАТО — это не только, например, пассивное членство, это стандарты, это уровень развития. Я обозначил непосредственно о политических критериях и о том, что такие очень развитые страны, им намного легче становиться членами НАТО, но не обозначил, что есть балканские страны, например, Черногория, которая, ну, я бы не сказал, что это супер-мощная экономика или военно-промышленный комплекс, но когда действительно была политическая воля, Черногория присоединилась к НАТО. Это еще раз дает нам дополнительный инструмент в своих консультациях и переговорах с Альянсом, что многое зависит от решений внутри. И нужно над этим работать, нужно действительно проявлять смелость, инициативность для того, чтобы обеспечить мир и обезопасить украинский народ от агрессора и в будущем. Это очень важно, потому что мы платим самую высокую цену за мир, за то, чтобы все жили, как минимум в нашем регионе, в свободе и в демократии. А это общие ценности, это, в принципе, то, на чем основывается НАТО. Но Российская Федерация же тоже осознает то, что Украине не стать членом НАТО, пока есть времена оккупированной территории. И Российская Федерация будет делать все для того, чтобы сдержать и контрнаступление вооруженных сил Украины, о котором уже очень много говорилось, ну и в целом, чтобы полностью уйти с украинских территорий. Но что же может стать красной линией для Путина, если он поймет, что и на этом фронте он тоже проигрывает? Это непростой вопрос. Действительно, они делали эту агрессию непосредственно, как я сказал, в 2008 году, в 2014 году. Вот эти все процессы, которые касались Приднестровья, Молдовы, то есть постсоветское пространство, они агрессивно себя постоянно вели, только действительно из-за того, чтобы показывать, что НАТО, так скажем, не должно расширяться, по их мнению, в этом регионе. Поэтому мы видим, к чему привели такие действия. То есть граница России с НАТО, она расширилась. Время подлета в том, о чем они постоянно в своих пропагандистских каналах, Путин об этом говорил, сократилась конкретно, потому что намного ближе и доступнее стали комплексы натовские в контексте границ, которые расширились с Российской Федерацией. Я думаю, что эта логика уже не совсем работает. То есть угроз стало намного больше в контексте безопасности и мир. Мир действительно будет перестраиваться, и исход Российско-Украинской войны будет определять очень многое в контексте безопасности и вопросов, связанных с этим. И не только, я думаю, на европейском континенте. Мы видим, что вырисовываются некоторые модели геополитического характера. С одной стороны, все-таки либеральной демократии, а с другой стороны, автократы, авторитарные режимы. Россия, Китай, Иран. Я думаю, в контексте этого будут и дальнейшие противостояния на десятилетии, возможно. Стоит отметить, что будущая безопасность мира – это в том числе и нынешняя борьба. И вот в свою очередь генсек НАТО Йенс Толтенберг подытожил объемы переданной Украине бронетехники и танков в рамках формата «Рамштайн». Давайте услышим и обсудим. В целом, через контактную группу во главе США союзники НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов. В целом, через контактную группу. Я думаю, что они действительно понимают, что, во-первых, Украине нужно помогать, как они говорят, сколько это будет необходимо. Это первое. Хотя иногда, когда мы слышим такие слова, то мы также с осторожностью воспринимаем, потому что такой подтекст может быть, что война может длиться, к сожалению, очень длительное еще время. А это также не в наших интересах. Мы хотим, чтобы война закончилась, чтобы агрессор убрался с нашей территории. А для этого непосредственно мы должны, как минимум, получать поддержку наших партнеров, союзников, военную, расширять этот список, включая не только те же виды вооружения, которые они поставляют. Потому что противник, он также, так скажем, непассивно наблюдает. Он также перевооружается. Они перестраивают свою экономику и ставят ее на время военное. Это означает, что те процессы и те атактические действия, которые были в начале, полномасштабное вторжение, они видоизменяются. Также война учит всех. И это означает, опять же, что помощь наших партнеров, она должна быть более ощутимой, она должна быть более быстрой в контексте логистики и максимально покрывать те наши потребности, которые необходимы не только для сдерживания российской агрессии, а также, действительно, для деоккупации наших территорий. Я напомню, они, к сожалению, начинают вкапываться. Да, они строят также, я имею в виду, они, это агрессоры российские, они также строят заградительные разные препятствия, усиливают инфраструктуру оборонительную. А для того, чтобы прорывать оборонительные комплексы, как минимум в три раза нужно быть более подготовленным в контексте тех или иных видах вооружения, в количестве войск. И это означает, что эта помощь, она для нас действительно очень является важной. Богдан, известно, что телеканал Freedom имеет покрытие далеко за пределами Украины. И действительно, мы можем сейчас обратиться также к зрителям, к нашим европейским в том числе. Очень важно подытожить тему сотрудничества Украины-НАТО и перспектив членства Украины в НАТО тем, что на самом деле речь сейчас идет не только о безопасности Украины в будущем, но и всего Евроатлантического региона. И на самом деле вклад такой будет весомый, в принципе, еще для многих стран. Вот хотелось бы, вероятно, таким выводом подытожить нашу тему. И что вы могли бы добавить, каким образом членство Украины в НАТО важно не только для Украины? Действительно, это весомый вклад не только для многих и для европейских стран, для их граждан. Это вклад для будущих поколений. Потому что, опять же, это война, которую развязала Россия. Это как раз в первую очередь война за ценности, война за то, чтобы жить в свободном мире, чтобы определять свою судьбу и будущее как страны, как конкретно индивидуум, как наш граждан Украины. Мы выбрали путь в контексте нашей интеграции с нашими европейскими партнерами, потому что мы не хотим и видим, к чему приводит автократия, тоталитаризм. Он приводит к смерти, он приводит к разрушениям, к сожалению. Поэтому, однозначно, тут вопрос не только касается Украины. Я думаю, наши самые близкие соседи, они это чувствуют, понимают. С первых дней те же поляки, те же литовцы, эстонцы, латвийцы, они с первых дней очень активно включились для того, чтобы не только помогать Украине, но и, так скажем, делать все в коммуникации, чтобы более западные страны быстрее просыпались, они быстрее реагировали, они намного мощнее экономически, финансово и в военном контексте. Поэтому от них также в первую очередь зависит, каким образом это противостояние агрессору было обеспечено и сейчас продолжается это обеспечение. Я хотел бы обратиться и к конкретно гражданам тех или иных стран и нашим гражданам за границей. Очень важно напоминать, аргументировать, что война, к сожалению, она длится еще пока. И нужно мобилизировать общество и западные общества, поддержку Украины. Да, ведь на самом деле, когда в жизни есть что-то хорошее, то сложно иногда себе представить, что этого может не быть. Но, к сожалению, такой опыт Украины показывает, что превентивные меры иногда могут нести решающее и определяющее значение. Богдан, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был Богдан Фернс, кандидат политических наук, основатель социал-демократической платформы.